Здравствуйте, меня зовут Юля, я сегодня показываю свои пустые баночки, и не очень пустые баночки тоже. Это косметика из коробочек красоты. Давайте начнем как раз с такого продукта, который я протестировала, который мне не понравился. Это разглаживающая сыворотка от марки Swiss Image, которая придает упругости и эластичность кожи и корректирует овал лица. В чем здесь проблема? Проблема в том, что вот эта гелевая текстура сыворотки лежит на поверхности кожи и не впитывается, и создает такую пленку, которая лицо пересушивает, лицо стягивает, и это чувствуется и по ощущениям, и даже визуально видно, что лицо такое натянутое, перетянутое, и если ты пытаешься как-то улыбаться, какую-то мимику использовать, то образуются какие-то неестественные заломы. Не хочу свою кожу пересушивать, тем более вот маркировка 46+, я не представляю, как для возрастной кожи уже использовать такие средства. Из этой же коробочки, кстати, из коробочки Magic Box от Trendy, две вот такие миниатюры индийской косметики Amsarveda. Я говорила, что не буду тестировать вот этот гель для очищения кожи лица, потому что у меня много подобных продуктов, я его отдам. А шампунь я решила попробовать, и мне не понравился аромат. Я его использовала только один раз, и весь этот день я ощущала этот странный, травянистый, какой-то восточный аромат бабушкиных духов. Он еще как-то странно трансформируется. Я некоторое время даже не могла понять, чем от меня пахнет. Это не крем, это не крем для рук, не крем для тела, не парфюм. Потом поняла, что пахнет именно от волос, и что этот аромат так сильно впитывается в волосы. В общем, не хочу больше им пользоваться. Далее протестировала аромат Tonka Bean от Solen Outs. У меня, по-моему, еще был какой-то аромат. Здесь удобная пробирочка с распылителем. Вроде как это такие моноароматы, хотя они тут заявляют пирамиду, мандариновый цвет, ваниль, бобы тонко, амбра и мускус. Но на мне аромат этот совершенно не успевает раскрыться, он очень быстро слетает, поэтому оставлять у себя его не хочу. Ну и последнее, это крем мусс для тела кокосовый, марка называется Sahura Cosmetics. Здесь объем 250 миллилитров. Не могу сказать, что это какой-то очень питательный, очень увлажняющий крем, но я бы им пользовалась, если бы не вот этот аромат кокоса, который какой-то немножко то ли пластиковый, то ли он прогоркший. Прошу прощения. В общем, я раз пять, наверное, им воспользовалась. Я понимаю, что я больше не могу его терпеть. Я не знаю, то ли это мое обоняние как-то странно воспринимает аромат кокоса, то ли он действительно какой-то странный. Ну, в общем, оставлять у себя его не буду. И еще один продукт, который мне тоже не понравился, это увлажняющая сыворотка с конопляным маслом, наверное, 1753 Cosmetics. Я даже не стала ее наносить на лицо, потому что я когда выдавила эту сыворотку на руку, там была такая жижа непонятная с разводами. Я понимаю, что это, наверное, такая более натуральная косметика, но когда текстура неоднородная в косметике, мне это категорически не нравится, поэтому пользоваться этой вещью я не захотела. Дальше. Дальше у меня продолжаются проблемы с кожей лица. Какая-то аллергическая реакция странная, поэтому я в последнее время стараюсь пользоваться очень такими деликатными, нейтральными средствами для кожи. В том числе термальная вода у меня ушла 50 миллилитров, марка Aven. В принципе, для меня все вот эти термальные воды аптечные, они более или менее одинаковые. Единственное, что по сравнению с более бюджетными вариантами, у них очень хорошо работает распылитель, и дозируются они буквально до самого конца, без всяких капель, без всяких таких спреев, очень-очень тонким мистом, и это мне нравится. У меня сейчас еще одна такая миниатюра есть в использовании. Дальше использовала бальзам Цикопласт от La Roche-Posay с провитамином В5, здесь 3 миллилитра всего лишь, но это тоже вот такое заживляющее средство, когда кожа красная, раздраженная, шелушащаяся. В общем-то, больше сказать нечего, очень такой нейтральный и заживляющий бальзам. Также от Виши сыворотка Mineral 89, увлажняющая. Очень нравятся эти флакончики стеклянные с помпой 10 миллилитров. У меня, по-моему, еще парочка есть в запасе. Мне нравятся этот продукты и на вечер, и на день под макияж. Ну, в общем-то, опять же, никаких чудес не делает, но хорошая увлажняющая сыворотка. И закончился у меня крем от Эрбориан с Женьшенем 5 миллилитров. Не могу сказать, что здесь какие-то суперэффекты, но обычный такой дневной крем. Написано, что он восстанавливающий, нейтральный, никаких реакций не вызывает, но довольно дорогой. Поэтому планов на покупки нет. У меня есть еще большие запасы косметики, поэтому потихонечку их используем. Тоник от Skin Helper с 30 миллилитров для всех типов кожи. Я его не закончила. Мне кажется, он у меня помутнел. Здесь у меня стерлась дата срока годности, поэтому, в общем-то, я его выброшу. У меня тоники еще есть в запасе для использования. Масло для душа с миндалем от L'Occitane 35 миллилитров. Наверное, этот продукт знают очень-очень многие. Он частенько попадался в коробочках, но я себе полный размер так и не купила. Но сейчас, конечно, вообще цены какие-то запредельные на L'Occitane. Я даже не смотрю в их сторону. Какие-то приходят предложения со скидками небольшими, с подарками за покупку на сайте. Но я как-то даже серьезно на все это внимание не обращаю, потому что ценник уж слишком высокий. А так, конечно, продукт очень-очень приятный. Мне нравится аромат, текстура. Ну вот, использую только такие подарочные варианты. Так, что у меня осталось? Остался кондиционер итальянский. Марка называется Morphosis. 50 миллилитров. Неплохой кондиционер, не слишком густой. Аромат немножечко специфический для меня. Я бы самостоятельно не купила, но использовала. В общем-то, неплохо он волосы увлажнял. Хорошо они расчесывались. Но на этом все. Я покупать не стала бы. Так, дальше маски. Маска перчатки для рук увлажняющая от Pure Derm. Очень понравилась. Качественный такой густой крем внутри этих перчаток. Можно использовать пару раз, как минимум, эти перчатки. Но самостоятельно я не покупаю, потому что все равно надолго этого эффекта не хватает. Это как крем. До первого мытья рук, потом все равно какой-то другой крем нужно наносить. Поэтому использую то, что попадается в коробочках, но самостоятельно покупать я бы не стала. Так, маска альгинатная от Sherry. Мне нравятся эффекты от альгинатных масок. Она здесь была с ампульной сывороткой. Мне даже на два раза хватило этой упаковки. Единственный минус – это сложность нанесения. Потому что либо ты замешиваешь такую текстуру более густую, и она быстро высыхает при нанесении, либо замешиваешь более жидкую, и она стекает при нанесении. Лучше, конечно, чтобы кто-то эту маску сделал для вас, пока вы лежите. Но, опять же, самостоятельно такие вещи не покупаю в коробочке. То, что попадается, конечно, с удовольствием использую. Но я все-таки из соображения экономичности покупаю маски в тюбиках. Если бы захотела альгинатную маску, вот именно альгинатную маску, я бы, наверное, покупала такие форматы в банках. Тоже есть такие в продаже. Они, конечно, не дешевые, но, наверное, все-таки более экономичные, чем покупать вот такие вот одноразовые варианты. И что у меня осталось? Остался, наверное, вот этот вот минеральный хайлайтер. Не знаю, как это марка косметики называется. JB и белка. В общем, здесь проблема в том, что вот эта вот пудра, она совершенно к лицу не приклеивается. Это вот какие-то блески такие непонятные, незаметные особо, которые слетают с кожи. И как-то никакого эффекта я не вижу. Я даже попыталась добавлять этот состав в минеральную пудру. Но кроме того, что это все вот блесками куда-то разлетается, я другого никакого положительного эффекта не увидела. Поэтому не хочу больше этой вещью пользоваться. Вот такие у меня были пустые и не очень пустые баночки. Как всегда, жду ваших отзывов в комментариях. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.